Говорят, что нейросети заметят дизайнеров. И действительно, мы видим, что нейросети прекрасно рисуют изображения. Сегодня мы поговорим, как дизайнеры могут использовать нейросети для разработки различных изображений. Меня зовут Илья Барила, я доцент кафедры информационных систем и технологий Костромского государственного университета. И это проект «Научный форсайт». Как работают нейросети? Давайте посмотрим. Итак, я думаю, те, кто изучает программирование, знают, что когда мы создаем программу, мы указываем определенный алгоритм. То есть сделать первое, второе, третье. Если первое, то сделать второе. Все очень четко структурировано. А в случае нейросетей все работает несколько иначе. Схематично нейросеть можно представить следующим образом. Очень упрощенно. Красным отмечены входные значения. Зеленым те результаты, которые мы ожидаем получить. Желтые, соответственно, те значения, которые должны нейросеть рассчитать. Соответственно, происходит следующее. Например, красные значения могут быть цифра 2, потом плюс, к примеру, кодом 1, 2. А зеленым мы знаем, что 2 плюс 2 это 4. То есть число 4. А желтые, вот эти коэффициенты, нейросеть должна найти самостоятельно. То есть подобрать таким образом, чтобы у нас из этих трех входных получилось число 4. Таким образом, если мы дадим множество входных значений, и то, что мы хотим получить, мы можем научить нейросеть, чтобы она при других значениях тоже давала похожий результат. На этом основана работа нейросети. Первым этапом было научить нейросети определять, что находится на изображении. Соответственно, существуют большие базы изображений, в которых есть изображение, и споставлено ему текстовое описание. Изображение разделено было на пиксели, то есть на наборы значений. Текст, соответственно, тоже был кодирован в виде входов. И нейросеть обучили таким образом, чтобы нейросеть могла определить, какое по изображению текст ей соответствует. Следующим этапом было научить нейросеть рисовать изображение. Если упрощенно, то вначале просто предлагается, есть входное значение, например, там заяц, и, пожалуйста, его нарисуй. Соответственно, нейросеть должна из исходного случайного шума научиться его убирать таким образом, чтобы проявилось изображение зайца. Конечно же, вначале она этого делать не могла. Сейчас существует множество нейросетей, и их можно классифицировать по-разному. Я предлагаю следующую классификацию. Простые приложения, которые можно отнести к приложению, которые выполняют простые функции. К примеру, создание изображений котов, людей, удалить фон, обработать фотографию и прочие подобные простые функции. Либо ограниченный набор функций. Также следующее я бы выделил Миджорни. Это нейросеть, которая как раз и произвела бум в разработке изображения. Она появилась весной прошлого года. И на самом деле до нее еще были другие нейросети. Но скорее дизайнеры шутили по поводу качества и прочее, что нейросети никак не могут сравниться с профессиональными дизайнерами. А вот как раз когда появилась Миджорни, четвертая версия, стало заметно, что действительно нейросети могут бороться с дизайнерами и конкурировать с ними. Следующим я бы отметил стейл дифьюжн. Эта нейросеть, она бесплатная, с открытым исходным кодом. Все могут ее скачать, установить, исправить, менять, разрабатывать на ее основе любые другие сервисы. И действительно появилось много сервисов, которые соответственно работают на ее основе. Например, приложение Автоматик 11.11. Одно из самых популярных и мощных приложений по работе с нейросетями. А также несколько сервисов, которые я бы отметил. Это Playground.ai и Leonardo.ai. Также существует еще множество других сервисов. Я предлагаю рассмотреть, а как же мы можем управлять построением изображения в нейросети. Я думаю, все привыкли к тому, что мы когда рисуем изображение, к примеру, мы можем начать с того, что рисуем какой-то эскиз и потом, соответственно, уже поверх него делаем более сложные изображения. Бывают разные другие подходы, но опять же, мы все идем от того, как мы это воспринимаем. То есть мы рисуем изображение. Более того, компьютерная программа, которая, я думаю, многим знакома, например, Photoshop, Krita, Gimp и прочее. Вы можете даже посмотреть, что инструментарий повторяет то, как рисуют художники. К примеру, там есть инструмент писть, банка с краской, какие-то еще инструменты. Те, которые мы в жизни можем им воспользоваться. Но нейросети для управления построением изображения, для них необходим другой подход. В частности, мы можем описывать текстом, что они должны нарисовать. Если мы напишем слово панда, мы получим изображение панды, причем то, что мы ожидаем. Хочу обратить внимание, что на изображении мы видим, панда находится, скорее всего, в зоопарке. При этом панда нормально нарисована, то есть это не медведь, не еще какое-то другое животное. Более того, мы видим, что растительность, она это не елка, не яблоня, не еще какое-то, скажем так, это не какое-то дерево, которое будет странно смотреться рядом с ней. То есть существуют ассоциации. То есть нейросети подбирают то, что мы не указали, но то, что в принципе соответствует обстановке или объекту, то, что мы просим. Данное изображение создано в нейросети Stable Diffusion. Также я подготовил примеры в нейросети Midjourney. Мы видим, что в Midjourney, соответственно, панда отрисована несколько иначе. Во-первых, конечно же, здесь явно фотографические качества и больше проработаны детали. В данном случае мы видим, что, например, левая панда у нас одета. Мы не уточняли, то есть она одета или без одежды. Но в данном случае нейросети решила, что очень хорошо подходит. То есть это костюм, наверное, охотника, либо еще кого-то. То есть для леса она хорошо подходит. Мы видим, что, например, она явно не в костюме и в галстуке, хотя в одежде. На следующих изображениях мы видим, что панды, опять обстановка их несколько иная. То есть при каждой генерации, если мы что-то не указываем, нейросети, скажем так, додумывают, слово «додумывает» в кавычках, конечно же, какие-то детали, которые отсутствуют в наших запросах. А теперь я предлагаю указать определенную студию. К примеру, для аниме есть очень известная студия Ghibli. Которая выпустила потрясающие мультфильмы «Ходячий замок», «Принцесса Монокки» и многие другие. Я указал дальние иллюстрации панды в лесу, запятая студия Ghibli. Есть вот по деревьям, особенно справа, да и слева тут везде видно, что по деревьям очень узнаваемый стиль как раз вот этой студии. Я думаю, большинство аниросетей знают студию Disney. Давайте посмотрим, что нам нарисуют, если мы напишем дальние иллюстрации панды в лесу, стиль студии Disney. Я думаю, на правом изображении хорошо видно, что, скорее всего, здесь у нас кумфу панда. То есть даже по одежде. Причем левая тут не так заметно, хотя мордочка она тоже напоминает. На следующих двух изображениях мы видим, что слева тоже она вот с такой подсветкой, то есть узнаваемой. Правая, скорее, наверное, это обычная панда. То есть мы видим, что, например, Миджорни, она прямо по мультфильму, судя по всему, рисует. Авторы нейросети, когда они публикуют свои модели, нейросети, они иногда показывают примеры, как их модели либо нейросети могут строить изображение. И одни из авторов предложили набор очень интересных фраз. В данном случае я взял ряд этих фраз и построил с помощью Stable Diffusion эти изображения. Например, милый корги живет в домике из суши. Мы видим, что действительно есть корги, домик из суши. Мы видим, что домик не весь из суши, но, с другой стороны, мы видим, что деревянные элементы, которые, мне кажется, хорошо подходят, что суши на них предлагаются. И вот отлично все здесь сочетается. Дальше, следующее. Гигантская кобра из кукурузы на ферме. Мы видим, что действительно у нас большая змея. Насчет кобры это очень спорно. Скорее всего, это змея. Но она действительно из кукурузы. Мы видим, что антураж фермы. То есть все отлично подходит. Следующее. Собака с любопытством смотрит в зеркало и видит кошку. Мы видим, что действительно подходит. Но здесь есть интересный момент. На следующих изображениях мы видим ошибки. То есть у нас код не помещается в раме. Дело в том, что, я думаю, все согласятся, что это немножко странная фраза. То есть такого как бы не может быть. И нейросеть также ей сложно подобрать, как это должно выглядеть. Поэтому иногда бывает логика немножко ломается. То есть как это будет выглядеть. Одна из самых интересных, на мой взгляд, фраз, это осьминог-инопланетянин проплывает через портал, читая газету. Мне кажется, очень сложно представить, нарисовать. Но вот нейросеть, пожалуйста, справляется. При этом обратите внимание, мы видим слева это скорее в море, она подплывает. Справа это скорее какой-то бассейн. И все логично подходит. Но, а что если еще попросить несколько раз ее сгенерировать? И мы увидим другие изображения. Они находятся в космосе. При этом все изображения и первые, и вторые, они соответствуют в целом тому, что мы просили. Но в одном случае это океан, то есть она плывет. В другом случае космос, ну в принципе тоже, почему инопланетяне может быть в космосе. То есть, еще раз, видите, вариативность очень высокая. Поэтому бывает очень сильно затягивая, когда мы берем по сложным фразам, создаем, создаем, то есть очень много разных изображений. Мы рассмотрели, что можно указывать слова, по которым строится изображение. Но можно указывать слова, которых не должно быть на изображении. Начиная с простого. Мы указываем, что, к примеру, должен быть какой-то объект. И потом видим, что в нем присутствуют красные цвета, которые мы бы не хотели, чтобы они были. Мы можем просто взять и указать, что красный цвет в негативном запросе. То есть, негативные слова. И, соответственно, красный цвет будет отсутствовать на изображении. Либо будет сильно уменьшен. Но также есть и другие слова. Ну вот здесь то, что мы не хотим. То есть, плохая анатомия, уродливый, еще разные слова. Плохое качество. Или, например, черно-белое изображение. Если оно появляется, мы всегда что-то цветное, красивое. Таким образом, мы можем составить даже набор слов, в котором мы всегда просто указываем, то, чего не должно быть на изображении. И это будет улучшать изображение. То есть, к примеру, мы же, когда просим нарисовать нам кота, мы предполагаем, что он будет там красивый, интересный. Но, с другой стороны, нейросеть же не знает, в какую вы хотите кота. Коты бывают разные, бывают и грустные, и не очень красивые. Если вы напишите, что в негативном, что плохое качество, что некрасивого вам не надо, то он будет всегда предполагать, что вы хотите красивый, интересный. Если для художников есть много сайтов, на которых не могут посмотреть работы, на которых можно научиться, как именно рисовать, посмотреть, как другие художники рисуют, то для дизайнеров, которые используют искусственный интеллект, также есть сайты, на которых можно посмотреть, какие слова приводят к результатам. То есть, посмотреть изображение, и что именно, то есть, посмотреть изображение, и какие именно текстовые фразы привели к ним. К примеру, таким сайтом является Prompt Hero. То есть, вы можете здесь даже взять и написать, что примерно вы хотите, найти изображение данной тематики, нажать на них и посмотреть, и какая нейросеть это сделала, и текст, который привел к этому результату. И даже попытаться повторить его. Таким образом, вы можете научиться делать очень качественное изображение, найти подходящие фразы, которые позволяют создавать подобные изображения. Вторым таким сайтом является Alexico, а также третьим я бы порекомендовал посмотреть Playground.ai.com. Я думаю, многие читали книги, в которых было описание прекрасных каких-то видов пейзажей. И одним из таких примеров является фильм «Бегущий по лезвию». И там Кибер произносит следующую фразу. Я видел такое, что вам, людям, и не снилось. Атакующие корабли, пылающие над Орионом. Лучи Си, разрезающие мрак у ворот Тангейзера. Все эти мгновения затеряются во времени, как слезы в дожде. Прекрасная фраза, очень атмосферная. И возникает вопрос, а как это выглядит? Мы, наверное, в голове себе это представляем. И подобные любимые произведения можно взять и попробовать, посмотреть, а как они будут выглядеть. И вот в данном случае я решил взять и подобную фразу сделать в виде изображения. Соответственно, вы можете посмотреть, как нейросеть это видит. Еще одним таким примером будет стихотворение «Ночь», «Улица», «Фонарь», «Аптека», «Бессмысленный зубский свет» и дальше там по тексту. Соответственно, если этот фрагмент взять, попросить нейросеть, как она это видит? Мы видим слева у нас действительно все соответствует заявленному тексту. По центру я добавил стиль аниме. Справа мы видим «Киберпанк стайл». То есть мы можем в разных стилях посмотреть, как будет выглядеть это стихотворение. Либо какие-то другие произведения, которые вам нравятся. Как они выглядят. То есть вы сами можете взять и проиллюстрировать свою любимую книгу изображениями на свой вкус. Продолжение следует...